1 сентября это букеты цветов, нарядные ученики и трогательные первоклашки с большими бантами. Однако в школе номер 33 все нестандартно. На многих девчонках и мальчишках военная форма вместо праздничных костюмов, а на головах первоклашек зеленые береты. В 2013 году, когда кадетское движение в 33 школе только зарождалось, в этом строю стояло всего лишь 35 кадетов. Сегодня же их 135. Это не считая учеников прокадетского первого класса. Кадетство предназначено, как уже говорит и президент, для того, чтобы из юных школьников детей создавались достойные граждане нашей страны. Этим занимается наше кадетское движение. Ребята взрослеют, ребята умнеют, сплачиваются в коллективе и становятся достойными гражданами нашей страны, в будущем достойными защитниками страны. Кадетский класс в 33 школе был организован три года назад при участии управления ФСБ России Паризанской области и Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Сегодня именно этими ведомствами утверждаются специальные образовательные программы для кадетов этой школы, а выпускники кадетского класса готовятся продолжить службу в высших военных учебных заведениях. Я по окончании 11 класса планировал поступить в Голицынский пограничный институт. Кадетский класс чаще всего – это выбор самих детей. Уже в своем юном возрасте у них нет сомнений по поводу того, кем стать в будущем. При этом среди кадетов не только мальчики, но и девочки. Я сама захотела пойти в кадетский класс, но, наверное, потому что я хочу продолжить военный путь своих дедов и прадедов. Вот, я пойду в МВД учиться. Многие из этих ребят, так же, как Никита, Ярославна, стремятся продолжить дело своих отцов и дедов. А некоторые, как, например, Али, хотят стать первыми военными в своей семье. При этом их не пугают сложности, которых, конечно же, в обучении немало. Сложнее всего то, что мы после уроков остаемся и маршируем. У нас дополнительные уроки, военная подготовка, военная топография, рукопашный бой. В последние годы кадетское движение набирает силу. Сегодня среди девчонок и мальчишек профессия военного снова становится не просто популярной, а почетной. И многие из них свой путь начинают именно здесь, с букетом в руках и в зеленом берете.